Hey, how you doing? И, конечно же, готовые уроки. Если ты хочешь провести реально хороший урок, то тут нужно заморочиться. Найти интересную тему, подобрать задание по грамматике, с которой ученик толком еще не подружился. В идеале найти аудио или видео на необходимую тему и т.д. и т.п. В общем, на это уходит куча времени и сил. Но Skyeng очень помогает с этим. Иногда все, что нужно, чтобы подготовиться к занятию, это лишь просмотреть урок заранее, чтобы быть в курсе дел и смело стартовать. Учитель, если захочет, может добавить в урок и свои личные материалы. Для этого нужно перейти во вкладку Attachments и открыть нужный файл со своего компьютера. Показываю, как это на деле. На главной странице Вимбокса заходим на вкладку Уроки. Выбираем ученика и занятие, которое соответствует уровню и курсу студента. Эту информацию преподаватель видит в личной карточке ученика еще до начала занятий. Выбираем урок. Например, возьмем занятие из детского курса уровня Intermediate по теме путешествия. Сразу видим два слайда, которые мы можем отправить ученику еще до начала занятия, чтобы он мог заранее просмотреть их и настроиться на урок. Здесь же мы видим слайд по грамматике, который будем проходить на занятии. Если свои личные материалы мы не добавляем, то можно смело переходить к уроку. Занятие мы всегда начинаем с разминки. Здесь, например, мы смотрим небольшое видео про путешествие и затем обсуждаем его со студентом. После этого мы переходим к основному содержанию урока. Лексики, аудированию, грамматики и так далее. И самое важное, мы даем слово ученику. С Каенг мы делаем очень большой упор на поговорить. Это бывает самым сложным и самым желанным. Всем хочется знакомиться с иностранцами и не впадать в панику, когда нужно спросить что-нибудь на английском. Поэтому в уроке много вопросов по теме, на которые ученик старается дать ответ, используя новые слова. У меня была студентка, которая специально учила английский, чтобы выйти замуж за американца и уехать потом в Штаты. Правда, она вышла в итоге за индуса, но все равно счастлива, так что мотай на ус. Как видите, материалов в одном занятии довольно много и пройти их все за 50 минут урока не всегда получается. Поэтому мы часто продолжаем тему на следующем уроке с того места, на котором остановились. Я люблю начинать с повторения новых слов или грамматики. По-моему, очень неплохой вариант разминки. Удобно, что учитель полностью сам контролирует весь процесс обучения. Например, можно скрыть блок с правилами, если не хочешь, чтобы ученик подсматривал. Преподаватель видит правильные ответы на вопросы, транскрипты к аудио и видеоматериалам. В следующий раз я расскажу вам о том, как подготовить идеальное занятие на платформе Vimbox и чувствовать себя во всеоружии. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал SkyTeach и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Кстати, а следите ли вы за нашей рубрикой Handy Hacks? Очень скоро там выйдет новое видео от Насти о том, почему быть репетитором это реально круто, так что не пропустите. С вами была Анна Шенцева, до встречи!